Нелегального перевозчика строительных отходов с поличным поймали в поселке Нахабино. Межведомственный рейд, в результате которого удалось задержать водителя грузовика, прошел на улице Панфилова. Здесь подобные нарушения фиксируются с незавидной регулярностью, о чем свидетельствуют прежде всего обращения местных жителей. Все муниципалитеты, которые находятся вблизи Камкаду, они подвержены как раз наибольшей нагрузке по свалкам, по незаконному проезду большегрузной техники со строительными отходами. Во-первых, да, экономия на бензине, чтобы далеко не ехать. Во-вторых, близость к Москве, лучшие транспортные развязки, логистика. Ну и, соответственно, больше объектов строительства. По словам замминистра экологии Подмосковья, в регионе более 70 точек приемки строительных отходов. И задержанный в Нахабино частник ни к одному из них не направлялся. Это подтверждает отсутствие электронного талона. В документе обычно указан госномер автомобиля перевозчика, а также КПО, с которым заключен договор на утилизацию мусора. Без него легально избавиться от отходов невозможно. А значит, полный контейнер кирпичного и бетонного боя в перемешку с досками, который вез незадачливый водитель, вполне мог быть свален на обочине одной из дорог, либо на опушке леса. Эта практика не изменилась, уверены организаторы рейда. Зато ужесточились контроли и наказания. По таким правонарушителям вставляется протокол административного правонарушения. Плюс, если мы привлекаем сотрудников полиции, они в соответствии с 144 статьей Уголовного профессионального кодекса изымают данные автотранспортные средства до разбирательства по существу. Где-то возможно даже привлечение таких водщиков к уголовной ответственности. Организатор тоже наказывается. По просьбе регионального правительства, главным управлением службы судебных приставов по Московской области и по Москве, категории исполнительных производств по взысканию административных штрафов в отношении организации нелегальных водщиков поставлены на особый контроль. И также в рамках этих спецмероприятий с июня месяца по 50 таким материалам в отношении организации взысканы 5 миллионов рублей. В отношении же водителей с июня заведено больше сотни административных дел. На штрафстоянку направлены 54 автомобиля. Восьми перевозчикам-мигрантам запрещен въезд в Россию на срок до трех лет. Таковы итоги кампании против незаконного размещения отходов за лето. Сезона строительного бума и всплеска количества подобных нарушений. Впрочем, борьба с ними ведется в течение всего года, отмечают в Главном управлении региональной безопасности. По инициативе ведомства с 2019 года в этом направлении принимаются активные меры. В том числе в виде рейдов с участием коллег из Министерства экологии, полиции и Управления содержания территории. Последняя со следующей недели внедряет новый способ автоматической фиксации незаконного сброса отходов. Автомобили инспекторов оборудуют широкоформатными видеокамерами.